Ну, то, что мы с вами обратно, то на родину вернулись. Ну, тоже история всем обзнакомая, но несколько другой интерферации, скажем так. Ну, вот и мы с вами в лесу указались. Вот у нас Роман Васильевич сейчас лес будет делать. Нет, 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 просто лес. Ёлки-палки, лес густой. Это лес, значит, у нас. Ну, сами понимаете, берегомы там, ёлки стоят, берёзы, сосны, ну, всякая такая, что под ногами валяться. Ну, лес, русский, сибирский лес. Ну, полянки есть. По полянке, глядьте, чья-то макушка виднеется. Это что у нас? Это у нас девочка Маша. Маша, Маша, маленькая, идёт себе с лакушечкой, коребочки, ядовки собирает. Ну, что-то вкуснее. Рот кладёт, конечно, что-то, что-то в корзинку складывает. Ну, маме, что-то принести, как-то, как и проходится. Ну, а рядом в бурьбоме, что-то хрустит, бурюстит, треск стоит. Что это? Правильно. Это Михаил Потапыч, хозяин лесной, Миша. Слышите? Идёт, идёт наш Михаил Потапыч. Допчет, топчет. Малину больше кустов заломал. Михаил Потапыч, аплодисменты Михаил Потапычу. Ну, а Машенька-то, конечно, рядом гуляет и ничего не слышит. Малину больше кустов заломал. Идёт, 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 идёт. Ну, а Маша, я не могу с тобой попасть. Ну, тут-то ей хозяин лес и послал птичку. Соловья. Чтобы довела её куда-нибудь. Ну, Маша за соловьём, по крому и пошла. Ёлки-палки, лес густой. Ну, ходили-кодили по лесу, дошли до полянки. Глянь, до полянки сбушка стоит. Крепко сложено, крепко сшито, но не машина. Зажла Маша внутрь, смотрит, а там ужас, что происходит. Полы не митины, посуда грязная и выметная. Все скатерти, скатерти, кальмах, чё-то-вчё. Пауки и дураки, ночи, кошмар. Но Маша векохозяйственная, взяла веник, голик по-русски. И давай прибираться. Ёлки-палки, лес густой. Ну что, взяла Маша веник, как махнула. Тараканы все из-под лавок разбежались. Букашек, букашек в окно, в окно, в окно. Пауки по углам разбежались, всем страшно. Но птичка соловей ей давай помогается. И от этого всё только хуже стало. Суета началась, хоть святых год выноси. Маша прибиралась, прибиралась, да и приустала Малеха. Зашла в спаленку, глядь, а там сурик, продушечка лежит. И в одеяльце сицеры прилегла Маша, да и при заснула. Ну, избушка, то вы понимаете, медвежачья была. Тут-то и хозяин тоже себе до дому собрался. Надоело ему на болоте-то малину собирать. Комары оба додомухи покусали. Ужаска. Надоело, бежитя. Идёт злой, как собака. Ничего перед собой не замечат. Лягушками только чавкает. Ломат всё подряд. От кусты и деревья подряд. Дятел сердел себя спокойно, пара корм добывал. Сломал его березу, медведь не заметил. Дятел себя, ну, аж теперь красный шапок на нём со страху. А Миша дальше. Кукушка. Сидела людям, долгий век уковала. Не заметил её со сны. Миша подломал по себя. Кукушка так сиганёт. До сих пор яйца в чужие гнёзда со страху кладёт. Своё боится. Медведь дальше прёт. Филин, ночной житель, только прилёг от ночных забот приотдохнуть. Сломал его дуб медведь. Улетел Филин. Сами знаете, какие у него глаза теперь. А Медведь дальше идёт. Ничего не замечает. Злой, лишь бы домой дойти. На поляну выходит. Глядь, на поляне чудо-юдо сидит. Непонятно. Борода до кулем. Свитер грязный, потрёпанный. Костёр горит. Бортянки висят. Вонят так, что аж комары дохнут. Турист называется. Чё его занесло в этот лес, никто не знает. Сидит он себе гитару, эту пантуру держит. И дурным голосом, гипсом, на гитаре песни поёт. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, Медведь, он, конечно, больше всех разозлил. Он гитару растоптал, стоны порвал на ней. Костёр разметал на головешке. Но рис тоже убежал, аж про портянки забыл. До сих пор лисер отвоняют. Ну, а Миша дальше пошёл. И пошёл до своей поля. Смотрит, изглушка стоит. Только к ней следы чьи-то идут. Заходит он в изглушку. А изглушка не там. Полы его ветерные. Скатерти выверены, вычищенные. Таракатов, кауков, родных нет и в помине. Все мыши разбежались. Ну, не то всё совсем. Что такое? Заходит Миша. Ну, тут Марусенька тоже, конечно, проснулась. Смотрит, солнышко светит. Хорошо всё. Потянулась, сладенькая, обернулась. Грязь медведь стоит. Она сначала в крик испугавалась. Ой, страшно было. А потом пригляделась. Нет, Мишка-то плюшевая оказалась. Тут и мама Марусина проснулась. Приходит, говорит. Доча, ты чего кричишь на сундурной приснецах? Так ты ложись спать. Не бойся ничего. Мишку под бочок и так. Маруся легла из-за снога. А мама пошла блины делать. А рядом с Марусиной кроваткой Лукошка с малиной стоит. А кто-то Лукошка принёс. До сих пор никто и не знает. Маша не медведь в исполненном наблюдении.